Привет, это Ребуар, но у ХВД до вышел новое видео, всё называется Голодные Игры моего детства, а давайте его посмотрим, думаю будет что-то интересненькое, поехали! Двор, мой любимый двор, как же я его обожал! Чё-то как-то мне кажется, вот после такого его обожать как-то не особо получится, у меня по крайней мере. Куча разных развлечений с друзьями, футбол, баскетбол, догонялки и так далее. Эй, ляпота! Да, сейчас мы все стоим и сидим возле компа! Ну, было и много игр, которые невозможно забыть никогда. Было у нас, значит, такая игра. Ой, вот это огромный муравей, конечно. Муравейный король. Короче, правила были просто идеальны. Это надо сядь было на муравейник, вы чё, вообще больные там, да? Каждому тугодуму, который согласился играть в эту долбаную игру, а соглашались всегда все. Я бы отказался. И я в том числе. Ну ещё бы, мы бы здесь сегодня не сидели. Под футболку закидывали штук по 20 таких маленьких... А, ладно, я думал, садиться на это надо было. Я всё равно бы не согласился. И нужно было всего лишь терпеть их укусы. Офигеть. А если бы они не кусали? Замечательно. Это было... Замечательно. Были незабываемые ощущения. Особенно, когда тебя муравей кусает под мышку. Ой, жесть. Вот так, как будто тебе соль на рану сыпят. Капец. В этот момент можно было не то, что обоссаться от боли, но и обосраться. Охренеть, насколько... Я даже не представляю её, честно, и слава богу. И тот, кто первый не выдерживал и начинал вытряхивать этих милейших существ, проигрывал. Капец. И чё он делал? На этом всё не заканчивалось. Ну-ка. Так как эта замечательная процедура продолжалась, пока не оставался один единственный. Ой, жесть. Тот, кто не сдался и дотерпел до конца. И чё он за это получал-то, интересно не знать. Ничего. Респект. Именно он ставал долбаным муравьиным королём. Так. Ну а дальше начиналось самое интересное. Ну-ка, ну-ка. Этот королевский лапоть находил самый большой муравейник в нашем дворе, разрывал его, чтоб все муравьи выползли наружу, и туда усаживались все те, кто проиграл. Ебалый ты, ел. Но пи... Я всё-таки был практически прав, только не с самого начала они это делали, да? И тем, как сесть, снимали штаны. Ой. Прикните в жопу залезет. Идеально просто. Вообще капец. Крик стоял на весь двор. Охренеть. И нужно было примерно три минуты сидеть там и терпеть, пока твою задницу кусали добрее. И с ручками. И с существами на этой планете. Я не знаю, какой идиот придумал эту игру. Я тоже не знаю, я первый раз очень про неё слышу. Так как выигравших по сути-то и не было. Ведь покусанные муравьями были абсолютно все. Просто у короля только подмышки, А у всех остальных еще и пятая точка Иногда после этой игры Дня три было больно сесть на свою задницу А прикиньте, нашли бы каких-нибудь ядовитых муравьев Которые бы куснули и бы... Идиотская игра Но играли мы в нее очень часто Да ну его нафиг Слава богу, у меня не было такого в детстве Ну а че? Да это действительно, почему бы и нет? Игра есть игра Ну а следующая игра называлась просто в ядлочко Я надеюсь, они так не делали Для чего же еще нужен футбольный мяч? А, в жопу стрелять, ничё Не-не, это не про нас Короче, все было просто Один идиот становился возле стены Ой, даже не в жопу, в лицо что ли? Должен был не шевелиться Капец Остальные по очереди должны были бить мячом по нему А зачем вообще непонятно? В чем смысл-то? До того момента, пока один не попадет стоящему по харе Какой в этом смысл? И обычно после этого по стене аж сопли разлетают Ну это же жесть, это я Я просто представляю, как это Потому что мне попадали так мячом по носу И это прям очень больно и неприятно Но самое тупое в этой игре было то Что тот, кто попал мячом по роже После этого остановился на его место Возле стены Блядь, тут выигрышек нету, по-моему Идеально И теперь он стоял и ждал Пока в его яблоко не прилетит грязный вонючий мяч В общем, победителей в этой игре тоже никогда не было Так как каждый, как минимум раз пять Получал мячом по своей безмозглой роже А заканчивали эту игру только тогда Когда у всех были красные и опухшие хари И после этого, как ни в чем не бывало Мы довольны и расходились Довольны? Базохисты! Я даже не знаю, был ли у меня в то время мозг Вряд ли Или нет Идеальный ролик получился Спасибо большое Икс2Деду Да я не понимаю, как вообще в такое говно играть можно Это же пипец как больно Блин, офигеть Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий Не забывайте поджимать боменчик Если вас интересует, ссылочки в описании С вами как всегда был Реборн Спасибо за просмотр Пока!